Девочка-пай 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 Друзья, сегодня у нас в гостях дуэт, с которым хочется, ну просто хочется танцевать. Акустический гитарный дуэт «Паник Бах». Здравствуйте, ребята. Я индивидуально представлю каждого. Итак, Владимир Волков и Анастасия Синельникова. Все верно? Да, да, есть. Замечательно. Ребят, будем знакомиться с вашим молодым коллективом, очень интересным, харизматичным и звучащим как-то мне отчасти непонятно, отчасти понятно. Что это было? Что это за стилик? Этот стиль называется латиноамериканский рок, то есть тут очень присутствуют такие перкуссионные вещи, когда нужно изображать бочку рабочей и всякие разгядные вещи. Да, и плюс еще присутствуют такие побегушки. Латиноамериканские ритмы. Да, получается очень зажигательный стиль. Ребят, давно выступаете в таком формате? Сколько вашему коллективу? Я знаю, что свежий. Ну, вот мы начали выступать, наверное, нашему коллективу год. И конкретно к этому формату мы пришли недавно, может где-то полгода. То есть решили, что именно в этом формате мы будем работать. То есть раньше как-то больше было очень разного, репертуара много. Много разных стилей. Сейчас остановились именно латиноамериканский рок, это то, что нужно людям. Мне кажется, я просто вот понимаю, латиноамериканский рок хорошо. Латиноамериканский рок, это вот для меня уже сложнее. Несмотря на то, что я слушаю такого рода произведения, есть у меня определенная любовь к ним. Но при всем при этом гитары, ну, так более-менее классические. Это и есть, типа классическая, с нейлоновыми струнами. Просто с подключением. Ну, то есть вот именно эти гитары нужны для того, чтобы играть в таком формате? Или суть не в формате? Не обязательно на самом деле, но больше всего подходят именно такие, да. Ну, а скажем, вообще занимаетесь гитарами давно? Да, давно. Ну, то есть я вот занимаюсь гитарой уже 10 лет. То есть я вообще получила классическое образование по классической гитаре, я вот обучалась. То есть была музыкальная школа? Музыкальная школа, колледж, вот сейчас я в консерватории учусь. То есть вот все по классической гитаре. Понятно, Владимир. У меня точно так же, собственно. Я тоже занимаюсь гитарой 10 лет, только я начал чуть позже. Но тоже закончил вместе с Настей, получается, Новосибирский музыкальный колледж имени Мурова по классической гитаре, собственно. Ребят, скажите, вот если честно, мне немножко непонятно вот этот момент. К нам приходили ребята Ярушкин и Аксенов как раз-таки с перкуссионными вещами, так называемый фингерстайл. Да, да. Я так понимаю, здесь есть те же самые элементы. Как это работает? Ну, это работает, мы можем на самом деле изобразить на вас, я даже могу показать. Но мне не надо. Можно мне гитару? Можно мне гитару? Можно мне гитару, да. Аккуратно шну. Мне, если честно, так, мы сейчас его раз-раз-раз перекинем. Ага. Я так понимаю, вы чуть-чуть играете на гитаре, я видел, в передаче. Да. Черт, спалился. Какой-нибудь аккорд буквально поставьте. Ну, допустим. Да, да. То есть, если мы берем латиноамериканский рок, тут есть такие фишки, элементы, которые создают такой небольшой оркестр, которые именно создают плотность звучания. Для того, чтобы это так звучало, нужно сделать бочку рабочей, это и ударные инструменты, и, собственно, разгядные вещи. Сейчас мы попытаемся с вами сейчас изобразить. Вот большим пальцем по этому аккорду до... Вот здесь. Около подставочки, да. Да. Около самой подставочки. Ага. По басам лучше цариться, да. Так. Вот, вот. Вот, вот. Второй элемент. Когда мы здесь бьем. По ручку. Да. И... Нормально, отлично. Вот. И для того, чтобы звучало более плотно, нужно еще подключить третий элемент, аккорд. И звучит так. Бочка, аккорд, рабочий аккорд. Это все, что нужно. Указательным пальцем, вот так. Наверх. Да. Да. Бочка. Наверх указательным пальцем. А, бочка. Указательный палец. Удар, указательный палец. И указательный. Да. Вот. Если в темпе. Потом можно уже подключать какую-то более интересную технику. И будет уже более-менее сущно звучать. Вот такой стиль. Я не буду ускоряться. Решил для себя. Слушать мне нравится больше, чем играть. Ребят, ну, я так понимаю, все произведения, которые вы играете, они в таком разложенном варианте, их как таковых нет. Вы раскладываете их сами под себя. Или есть музыка, прям специальные ноты? На самом деле есть. Мы вдохновлялись таким дуэтом, как Родриго и Габриэл. Это мексиканский такой дуэт. Мы с него, собственно, начинали. Очень много перенимали от них фишек, собственно. Некоторые репертуары из них брали. Стиль как раз. Стиль, вот это именно они этот создали. И нам он очень понравился. Он по душе зажигательный. И поэтому решили его вот развивать. Ну, а насчет того, что есть ли эти произведения в нотах? Ну, частично на самом деле. То есть иногда приходится снимать по слуху. Иногда есть какие-то подсказки, ноты. И ты там уже что-то делаешь такое. Ну, а в плане снимать по слуху, это, я так понимаю, есть там звукозапись. Да. Ладно, видеозапись есть. Ты можешь видеть, как они работают руками. Ты их слышишь. А звукозапись примерно... Просто по слуху ориентируешься. Ты слышишь эту ноту, ты пытаешься ее найти, изобразить. И потом уже вот так вот постепенно складывается целая картина. То есть по факту примерно вот эта нота звучит так. Значит, мы попробуем сверху вниз по нотам не получилось, по струнам. Снизу вверх не получилось. Ну, грубо говоря, да. Вы что-то вы не стучали по ладам, не туда. То есть не так это работает. Ну, с опытом это приходит. То есть ты уже на уши ориентируешься и слышишь, что это вообще. Композиции, которые вы играете, популярные, непопулярные? Есть ли авторская музыка? Авторская музыка есть, да. То есть мы начинаем это потихонечку продвигать. Раньше мы брали просто чужой репертуар, делали каверы или просто произведение брали. Сейчас уже потихонечку начинаем делать свой репертуар, чтобы потом именно его продвигать, именно с ним выступать только. В этом плане вот сложнее все-таки играть композиции, которые уже сыграны, причем сыграны кем-то профессионально, причем это скорее всего как раз-таки основатели стиля. Или свою музыку, которую никто не слышал. Очень-очень интересный вопрос. На самом деле, та музыка, которую все слышали, ты уже знаешь, что она людям нравится. Ты уже видел, как реагирует зал, какая-нибудь большая сцена. А тут ты вот написал и либо пан, либо пропал. То есть либо это понравится людям, либо не понравится, и ты ставишь все на это. Это очень опасно. В плане, наверное, исполнительства все-таки проще играть свою музыку, потому что когда играешь что-то такое из высшей лиги, грубо говоря, да, то это уже требует большей сосредоточенности. Еще есть определенный страх, а вдруг я не сыграю? Да, да, конечно. А вносите какие-то свои авторские изюминки, там, фишечки в композиции? Иногда, иногда, да. Чаще всего, да, то есть как бы не полностью придерживаемся оригинала, а что-то свое всегда добавляем. А внутренняя цензура не просит, там, задать вопрос, а что бы сказал автор, если бы увидел, вот, когда я так играю? Есть такой момент, да, на самом деле есть, но... Мы думаем, Родига и Габриила до нас не скоро доберутся, поэтому... Да, а вдруг, мало ли, надеюсь, они нас сейчас не смотрят. Если смотрите, приходите на концерт. Кстати, когда концерт ближайший? Ближайший концерт у нас состоится буквально завтра в «Собаке» 18-го числа. Приходите, пожалуйста, мы с удовольствием будем играть для вас. Ребят, сколько... Вот мне всегда было интересно, для меня сложно играть на гитаре, я там больше одной песни, например, сыграть не могу, у меня начинает болеть пальцы, и несмотря на то, что... Ну, ладно, не часто я это делаю, но все равно. Сколько нужно заниматься в день часов, чтобы достичь вот такого уровня игры, такого уровня профессионализма? Ну, я считаю, что нужно процитировать Стива Джобса, который говорил, что нужно работать не 12 часов, а головой. То есть тут нужно именно с умом подходить. В принципе, может хватить даже полчаса в день для того, чтобы технику свою поднять на должный уровень, тогда все будет хорошо. Кстати, а есть ли элемент импровизации какой-то в ваших выступлениях, там сольная, не сольная импровизация? Иногда да, то есть у нас есть такие моменты, когда мы играем какое-то произведение, и там вот есть у кого-то соло, и там можно уже отходить немного от канонов и делать что-то свое. Это не возбраняется. Мне кажется, будет очень странно, если я, ребят, попрошу поимпровизировать, потому что, ну, это такой-то порыв души, мне кажется. Поэтому давайте сделаем так. Перед, так скажем, завершением нашего интервью еще одну музыкальную композицию, чтобы окончательно народ разбудить и засыпать к вам на концерт. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Вот такие вот дела, собственно, у нас происходят. Хочется крикнуть только «Ола!» и, собственно, пригласить на концерт. Еще раз завтра в «Бродячей собаке» для вас будет выступать акустический гитарный дуэт «Паник Бах», который сегодня у нас в гостях. Это Владимир Волков и Анастасия Синельникова. Ребят, спасибо большое. Спасибо вам.